Катрин Ну а теперь о Катрин Денёв. Вы однажды сказали, что Катрин, она единственная. Это вот почему, интересно? Ах, Катрин, ну вы должны понять, что я не так много работал с Катрин. Быть может и к моему сожалению, но я снял с ней фильм, который, я считаю, надо посмотреть всей Греции. Он назывался «Шок». И после она тоже приняла участие в фильме «Полицейский» Жанна Пьера Мельвиля. Но в любом случае, Катрин это совсем не тот человек, с которым я много работал и которого я достаточно много знаю, совершенно нет. Или с которой у меня было бы много общего. Я совсем не знаю её. Хотя мы, конечно же, с ней знакомы и знаем друг друга. Но ничуть не более того. Но в то же время Катрин для меня исключительная женщина. Как бы она не унижала меня. Она всё равно считается иконой француженки. И иконой французской актрисы во всём мире. Хотя, правда сказать, может не самой уж выдающейся француженкой. Тут я немного переборщил. Но уж точно наиболее известной французской актрисой во всём мире. Включая хотя бы и Грецию, или Америку, или Южную Австралию, или Японию. И так далее. Женский образ и образ француженки – это Катрин. Эта оценка Делона будет очень любопытной для всех наших подписчиков и всех поклонников Делона. И примечательно, что Ален сказал в интервью эту фразу. Как бы она не унижала меня. А это значит, что он был в курсе. И был уже тогда в курсе о совершенно дикой реакции Катрин Денёв на съёмки с Аленом. И вот тут очень любопытно узнать, как две звезды оценивают друг друга и одно и то же событие. И вот какова была реакция Катрин Денёв на съёмки с Аленом. Один поцелуй и 12 калорий как не бывало. Катрин Денёв о себе. Безупречный и бесконечно любимый. Нет ничего более далёкого от любви, чем поцелуй перед камерой. Это всё равно, что получать удовольствие от крика уличного регулировщика на площади согласия. Немного вправо, немного влево, больше чувства. Закрой глаза, открой глаза, вдохни. Но не так сильно. Ужасно, если при этом тебе действительно нравится твой партнёр. Но ещё ужаснее, когда ты ему не нравишься. Но это не мой стиль общения с мужчинами. Скоро я сама смогла выбирать себе партнёров по фильму. Режиссёры прислушивались к моему мнению. И я редко ошибалась. Ну вот, а с Делоном ей крупно не повезло. Мне кажется, с Аленом Делоном у нас совсем не было контакта. Не беда. Правда? Ох уж эти женщины. Когда до отвращения сдержанная Катрин Денёв произносит вслух это имя, её губы сами собой изображают недовольную гримасу. Единственная эмоция, которую у неё вызывает Ален Делон. А как всё эффектно начиналось. Два идола, две французских безупречности заключают друг друга в объятия. Катрин Денёв и Ален Делон встретились на одной съёмочной площадке спустя 10 лет после премьеры Шербургских зонтиков. Через пару недель после начала съёмок две звезды, две светлых французских повести стали вместе ужинать, а однажды даже позавтракали на вилле у Делона под Парижем. Газеты визжали от восторга. Денёв молчала. Делон трещал без умолку. Уверял журналистов, что встретил ту единственную. Их роману не исполнилось и месяца, когда актриса начала прозревать. А потом, благодаря болтливым ассистентам, выяснило, что интрижка двух звёзд входила в смету пиар-компании их будущего совместного фильма. Только его об этом предупредили и предложили сделку, а она целовалась бесплатно. Делон пытался оправдаться перед партнёршей и говорил что-то о глупом паре и неудачной шутке. Фильм «Полицейский» с Делоном и Денёв с треском провалился в прокате, а два символа Франции не общаются до сих пор. Но тогда, в начале 70-х, она поняла, что в Париже популярность дороже десяти заповедей. Делон уже давно стал карикатурой на самого себя. Он эксплуатирует один и тот же образ. Он окружил себя льстецами. Он сам продюсирует свои фильмы. Когда актёр любит деньги и власть, когда он слишком приближается к власти, дело плохо. Ну а что на такое должен был ответить Делон? Дать ей по морде? Или застрелить вообще? Ты понимаешь, кто я такой? Ты понимаешь, кто я такой? Я тебе нравлюсь? Да, нравишься. Нет. Делон всё так же целует ей ручки. Ведь быть галантным и любезным, даже со своими врагами, это ведь тоже хуя смету его чудесной пиар-компании. Почему вы так улыбаетесь? Жду от вас благодарности. Я же промолчала. О чём? У вас ведь есть любовник. Ах, любовник. Это вас удивило? Нет, не удивило. Если бы мы из-за любовников убивали своих мужей, мы бы остались одни. Потому что, как правило, это одни и те же мужчины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Спасибо.